Продолжение следует... Добрый день, друзья! С вами передача «Формула семьи» в прямом эфире 14.00 по Москве. Сегодня у нас вторник, 8 августа. В студии ведущая Эльвира Чепенко и наш психолог, консультант по семейным отношениям, человек, который точно поможет вам и ответит на все вопросы, касаемые семьи, Татьяна Горбачёва. Здравствуйте! Спасибо, спасибо за такое представление. Добрый день, дорогие друзья! Татьяна вышла, вернулась к нам из отпуска. Скоро вернётся и Сергей Толоконников, ваш коллега. Да, мы все вернёмся, я надеюсь, уже к рабочему ритму, к рабочей жизни. Но к рабочей жизни в августе возвращаются не только ведущие передачи «Формулы семьи». Август — это такая пора, когда дети на каникулах последние деньки так сладостно проводят. Наверное, не хотят всё-таки, большинство не хочет в школу. И родители задумываются о будущем учебном годе. То есть в сентябре, в конце августа, в начале сентября начнутся все вот эти покупки. Так что в книжной лучше не соваться, друзья. Оставьте это время как раз школьникам и студентам. И родители также задумываются, какие же кружки и секции нужны их детям во время учебного года. И что делать в августе, как готовиться к школе. Сегодня мы с Татьяной Горбачёвой будем обсуждать дополнительные занятия для детей. За и против, какая от них есть польза, какие сейчас занятия нужны больше, спортивные или умственные. Что даёт школа, что можно получить бесплатно, например. Обсудим всё, друзья. Поэтому включайтесь в наш разговор. Вдруг кто-то нас слушает, у кого есть дети-школьники. Вполне-вполне ждём вашего мнения. Будет очень интересно узнать. Да, ну и мне хотелось бы задать традиционный вопрос. Вообще, ваши дети, они чем занимаются? Если это школьники, дошкольники. Ну или если нас слушают те, у которых дети выросли, то чем занимались в прошедшем времени ваши дети? Да, и почему вы выбирали или как вы выбирали эти занятия? Будет интересно узнать ваши истории. Ну и что из этого вышло? Стало ли это занятие, если мы говорим в прошлом, каким-то профессиональным интересом? Ну или что оно дало в результате ребёнку так ретроспективно? Тоже можно посмотреть. А, я сразу за контактой. Да, 8 800 333 17 06. Это номер нашего прямого эфира. Вы можете позвонить. Телс.фм для сообщений. Пейджер у меня открыт. Я всё вижу. Вайбер, ватсап у нас сегодня технические сложности с ним. Мы скоро их решим. Раз и навсегда. До конца. И у нас ведётся видеотрансляция. Вы можете писать там комментарии. Фотограф нам уже тоже Изак на комментарии посылает. Но пока просто здороваются наши слушатели в трансляции. Поэтому продолжим эфир. Да, ну эта тема, прежде всего, актуальна и для меня, потому что я тоже мама. Да, у меня тоже есть дети. И когда подходит уже учебный год, сразу масса вопросов. Ну, часть из них покупки, которые там канцелярия уже Эльвира озвучила. Ну, а также планы, что делать на следующий год. Вообще, как подойти к этому учебному году так, чтобы он был лучше, чем предыдущий. Потому что к маю приблизительно уже не только первое дыхание, второе дыхание уже. У родителей и детей всё закончилось. И думаешь, как вот опсимально всё-таки сделать, чтобы обучение ребёнка, оно было в радость, чтобы оно приносило удовольствие, чтобы также было какое-то развитие. Поэтому мне сегодня хотелось бы поговорить о вот каких-то таких вещах, которые важны для того, чтобы мы сделали правильный выбор. Конечно, большей части занимаются этим выбором мамы, папы. Да, поскольку... Папы, скорее, финансируют. Ну, папы финансируют, некоторые тоже выбирают. Ну, и бабушки, дедушки, поскольку я хожу на занятия, вожу свою дочку, и я вижу, что очень много детей приходит с бабушками и дедушками. То есть папа, мама работают. Может быть, они только провожатые, скажем так, а всё-таки выбор-то пал у родителей. Ну, если бабушка должна водить в течение многих лет ребёнка, поверьте, редкая бабушка не будет выражать своё мнение по этому поводу. Поэтому я считаю, что если вы бабушка и дедушка, тоже каким-то образом влияете, нам было бы интересно узнать ваше мнение. Итак, вот точка отсчёта. Вот с чего вот всё-таки нужно начинать? Мне кажется, точка отсчёта вот в этом вопросе – это всё-таки ребёнок. Чего он хочет? Ну, во-первых, сколько ему лет? Да, потому что сейчас рынок вот этих услуг дополнительного образования, он тоже переполнен. Вот во всяком случае в Москве. Практически в каждом доме есть какая-нибудь развивалка, клуб или ещё что-то такое. И как только у тебя рождается ребёнок, сразу тебя начинают приглашать, курсы развития, рисование пальчиками и так далее. Потому что, мне кажется, у нас сейчас такая философия, что нужно развивать ребёнка. То есть мы не считаем, что он сам вырастет. Мы считаем, что для того, чтобы из него что-то вышло хорошее, мы должны приложить какие-то образовательные усилия к нему. Раньше образовательные усилия были «иди, гуляй». Да, на самом деле и в этом произошло достаточно существенное изменение с положением, которое мы сейчас переживаем. И мне кажется, считать нужно от ребёнка. Вот до трёх лет, в принципе, сама семья, мама, кто сидит или бабушка, может обеспечить всё необходимое ребёнка без дополнительного какого-то образования. Но в этом случае мама, она должна и бегать, и прыгать во время игры с ребёнком. Они могут читать разные книжки. Сейчас много разных и в интернете источников есть, где можно посмотреть разные всякие занятия для ребёнка. То есть мамы абсолютно достаточно для того, чтобы ребёнок жил счастливой, полноценной жизнью и развивался. Часто, когда ребёнка приводят до трёх лет на какие-то занятия, для него это больше стресс, потому что незнакомое место, незнакомая тётя или дядя проводит эти занятия. Много других детей. Если, например, ребёнок не ходит в садик, то для него это тоже стресс. Я вспоминаю, как я ходила на развивающие занятия с твоими двумя дочками. Одна у меня сама ходила, а вторая ходила только при условии, что я с ней ходила. Но стулья были вот такого, как бы до трёхлетнего возраста, и мне только сидеть на этом стуле в течение 35 минут уже было достаточно некомфортно. Насколько бы я её не убеждала, что там ничего страшного для жизни её не произойдёт, это было бесполезно. Пока я не присутствовала в комнате, она не слушала ничего. И когда вот я сейчас её вспоминаю, она уже выросла, я говорю, ты что, ты помнишь? Она говорит, я ничего не помню, было очень страшно. Ну вот вопрос пользы, да? Может быть, нам лучше было на площадку выйти погулять? Скорее всего, так и есть. Ну, я-то продвинутая мама, мне хотелось. Вот все, одна пошла, пусть вторая идёт тоже. То есть, в общем, понятно. У нас есть сообщение от Алёны как раз по теме эфира. Дочь в этом году закончила музыкальную школу. Это было желание деда. Мы замучились так, что теперь даже близко не хочется подходить к зданию этой школы. Столько слёз пролито, негатива получили. Хотя дочь закончила с красным дипломом. Окончила, вернее, да. Ну вот здесь всегда дилемма. С одной стороны, любое образование подразумевает некоторое насилие. Ну да, в такой мягкой форме. Потому что нужно делать домашние задания. Потому что нужно прилагать, в принципе, труд большой. Потому что гаммы нужно играть каждый день, иначе пальчики не будут достаточно спокойными. И я тоже закончила музыкальную школу. Я очень хорошо вас понимаю. И в тот момент, когда я получила диплом, я поняла, что больше этот инструмент я трогать не буду никогда. А вот хорошо, Татьяна, пример вам. Идеальный пример. У Татьяны трое детей. Она психолог, она уже взрослый человек. Как, Татьяна, пригодилось ли вам в жизни ваше музыкальное образование? Ну вот, что я могу сказать. Я думала, что это будет хорошим рассказом от себя. В профессиональной деятельности нет. Ну, я слышу, когда люди фальшивят. Что вам это даёт? Мне не нравится это. То есть, понимаете, человек окончил музыкальную школу и сделал себе жизнь только хуже. Нет, ну конечно нет. У меня нет музыкального слуха. Если кто-то фальшивит, я слушаю с таким же удовольствием. Но, безусловно, определённое понимание музыки, определённое знание по музыкальной литературе. То есть, я знаю композитору, я знаю, как слушать классическую музыку. Я могу об этом говорить своим детям в том числе. Я понимаю, если у меня дочь сейчас одна осваивает инструменты, если она где-то заковыривается, я знаю, как ей объяснить и помочь. Но это всё околомузыкальное, скажем так, как фон. Я думаю, что без него я бы жила не менее счастливой жизнью. Но я просто чуть более разбираюсь в этом процессе. Но, с другой стороны, Эльвира, здесь есть как бы побочные эффекты. Иногда побочные эффекты, они тоже важны. Например, занятие пальчиками однозначно стимулирует мозговую деятельность. Это доказано. Игру на фортепиано, да? Да. Когда человек играет не только на фортепиано, но практически на всех музыкальных инструментах, он использует пальцы, он использует движения, и это стимулирует мозговую деятельность, если мы говорим, что это важно. Дыхание, духовой музыкальный инструмент, однозначно формирует способность правильно дышать. Это тоже здоровье. То есть вот как бы есть непосредственные результаты, да, вот стал музыкантом или нет, а есть вот всё, что связано с побочными эффектами. Побочные эффекты все положительные. Я не знаю, сидела ли бы я здесь в студии, если бы я не закончила музыкальную школу. А кем вы хотели в детстве стать? Или на какой кружок вы хотели больше всего ходить? Вдруг вы хотели стать хоккеистом? Ну, не хоккеистом. Я, кстати, занималась до музыкальной школы фигурным катанием. Вот. Это ещё до школы было. И мне очень нравилось. Единственное, что обнаружили какую-то, что-то с сердцем, там, какую-то аритмию или что-то такое. Вот. И врач сказала, что она не рекомендует сильные нагрузки, особенно связанные там с какими-то соревнованиями совсем. На этом фигурное всё закончилось. Вот. Ну, не знаю. Я бы, наверное, рисовать ходила, потому что, может быть, из-за того, что моя старшая сестра рисовала, а меня отдали в музыкальную школу, как бы. Она тоже, кстати, тоже туда ходила. Вот. Поэтому я люблю рисовать, но не умею. Вот. Но я с удовольствием это делаю. Зато это заметно вам в удовольствие. У меня нет чувства, что я плохо делаю, потому что у меня есть все права делать это плохо с удовольствием. Продолжим после заставочки. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же её не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Сегодня передача «Формула семьи» в августе, в последнем летнем месяце, перед началом школы, говорит о дополнительных занятиях для детей. В студии сегодня Эльвира Чапенко и Татьяна Горбачёва. Нам есть вопрос. Мария написала. «Здравствуйте, с началом посещения школы ребёнок всё больше с каждым годом старается избегать общения со сверстниками в любом месте. На дополнительные занятия соглашается ходить только к репетиторам и личному тренеру». Вопроса не последовало, то есть это проблема, но, наверное, вопрос простой. Что делать с ребёнком? Наверное, вы знаете, Мария, что есть люди, которые любят множество людей, а есть люди, которые интроверты, которые большей частью направлены в себя, и им быть окружённым большим количеством людей, в общем-то, вызывает большое напряжение. Возможно, ваш ребёнок такой, вы просто должны наблюдать за ним. И если он находит удовольствие в чтении книг, когда он сидит один, или когда он с вами один на один общается, или с репетитором, то просто такова его особенность, и особенно заставлять его, например, идти играть в волейбол, который командная игра, ты всё время должен с большим количеством людей общаться, наверное, не стоит. Другое дело, что если у вас ребёнок вообще-то всегда был общительным, и вдруг это какая-то резкая перемена, что он не хочет с людьми общаться. Но вот в этом случае, здесь, наверное, нужно более подробно узнать ситуацию, в этом случае я бы насторожилась. Но имейте в виду, что есть люди, для которых общение, в общем, это всегда расход сил, расход энергии. Они не хуже, чем другие, но просто вот это такие люди. И если такая особенность, то хорошо выбирать те занятия, в которых человеку нужно долго заниматься кропотливым каким-то трудом, там, я не знаю, выживание, или если это девочка, или если мальчик, там, я знаю, резьба по дереву, когда он может долго сидеть, что-то делать, и ему будет комфортно, и будет результат хороший. Будем ждать. Мария, пишите. Ну, в любом случае, если вдруг какие-то резкие перемены, может быть, даже обратиться к психологу, он есть в любой школе, детский психолог. Это повод для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом обсудить. Итак, продолжим. Вообще, у меня к вам был вопрос, который я даже немного анонсировала перед эфиром в тексте. Но он не по теме, как оказалось, но всё равно. Смотрите, сейчас август, и многие родители перед школой, ну, чтобы не ударить в грязь лицом, чтобы ребёнок не ударил в грязь лицом, экстренно проверяют, значит, список летнего чтения, что там было прочтено, что было, обычно, кстати, ничего не было прочтено, какие ребёнок помнит там формулы из алгебры или математики, если это ещё начальная школа, что, может быть, он помнит по иностранным языкам. И в августе начинается вот такая, даже слова не могу подобрать, но, в общем, родители начинают мунштровать ребёнка и вот натаскивать, натаскивать и заставляют его сидеть за книгами, чтобы подготовиться к школе. Вот фраза, да, подготовка к школе. Надо или не надо? Вы как психолог ответьте, что же делать с детьми в августе? Может, их оставить в покое? Ну, я считаю, что идеально было вообще бы их оставить в покое, да, чтобы они росли на радость нам всем. Вот, но мы же не можем оставить в покое. Конечно, мы же продвинутые родители. Да, мы продвинутые, которые образовываем и развиваем их по-всякому. Очень зависит от ребёнка, на самом деле. И, опять же, говорю, здесь точка отчёта всегда служит сам ребёнок. Вот есть люди, которые, у меня есть знакомый, он просто бредит готовкой всяких вкусных вещей. Вот, а давать ему читать книжку по кулинарии или нет? Конечно, давать. Он будет с упоением и во всём рассказывать и сделает что-то как бы вот. Мне кажется, он её сразу на практику перенесёт. Да, и сразу там всё, что сможет интересного найти, он попробует накормить своих членов семьи. Не знаю, какой результат будет, да, но, во всяком случае, если ребёнок хочет прийти подготовленным, прочесть все книги, у него есть внутреннее желание сделать это всё, как бы уровень перфекционизма очень высокий, ну пусть он делает. Но если ребёнок не хочет, да, к списку литературы я таким образом отношусь, ну уже практически как мама. Есть очень большие книги, особенно в старших классах, которые, ну, не одолеть, пока ты учишься. Вот у меня, например, сейчас дочка «Войну и мир» читает. Это очень тяжело. Когда ты учишься, одолеть такое произведение очень тяжело. Вот, поэтому я и говорю, знаешь чего, вот выбери то, что тебе реально прочитать и что ты хочешь прочитать. И прочти это, всё остальное, да, но ты будешь читать по мере того, как вы будете проходить, это всё равно какой-то произведение проходит, там, две недели. Ну что-то ты прочитаешь, может, не целиком и полностью. Но у меня уровень перфекционизма в этом отношении не очень высокий, поэтому здесь какая-то в зависимости от родителей и их требований, конечно, ситуация будет меняться. Но я бы, наши дети настолько находятся в стрессе во время учебного года, что дополнительный какой-то стресс, тем более такого же плана, как в школе, накладывать в течение лета, я бы, наверное, не рекомендовала. Дмитрий, нам прислал сообщение, предшкольная экспресс-терапия. Да, вы идеально сейчас озвучили то, что я хотела сказать. Вот такую экспресс-терапию вы, Татьяна, рекомендуете не применять? Да, ну, я считаю, что это нам просто не нужно. Одно время я требовала, чтобы дети читали полностью весь список литературы, а потом, когда приходишь, и оказывается, что учительница так на всякий случай его дала, потому что списки литературы, они даются по разным причинам. Вот, и тогда либо нужно прояснить, что это точно требуется, и как-то будет спрашиваться, или что-то с этим будет делаться, или это просто пожелание учителя, что хорошо бы он прочитал Вальтер Скотта вот в этом возрасте. Ну, и отношение к этим спискам соответствующее. Мы продолжим наш эфир. Итак, до эфира вы говорили, что вы хотите порекомендовать больше заниматься спортом. Да. Это связано с тем, что ритм жизни и образ жизни современного человека стал гораздо более стационарный, меньше люди двигаются. Если мы говорим о детях, то для них движение – это просто обязательная часть жизни. То есть через движение, через игру, через подвижные игры дети растут, они учатся очень многим вещам. Поэтому, когда ребёнка загружают большим количеством занятий, на которых он не двигается, то он лишается своего инструмента роста. Получается прямо противоположный результат. Он развивается интеллектуально, то есть, например, он ходит в садик, где они учатся, английский, и ещё на немецкий он ходит. То есть он что-то узнаёт из интеллектуальной сферы, но при этом у него нет времени побегать, у него нет времени слепить снеговиков, покататься на лыжах. Вот считается, что час такого подвижного бегания, прыгания, залезания на деревья, разной такой хорошей физической нагрузки, он должен быть у ребёнка. Если выстраивается такое расписание, что этого часа в день нет, то мы знаем, что уже происходит какой-то ущерб. Это приводит к тому, что дети становятся либо капризными, и всё время истерики устраивают, либо они как бы начинают прокрастинировать и начинают замедлять всё. То есть они реагируют на то, что им не хватает вот этого игры, им не хватает движения, им не хватает динамики. Вот, мне очень интересно, что одна из стран, заметив такое положение дел, они, Финляндия, они привели реформу достаточно недавно, тут много обсуждалось, ну как недавно, на Ленде 10. Вы про реформу образования, да? Да, да, да. И они просто увеличили перемены до 20-30 минут. Вот они их выпускают, а-а-а-а, и они просто носятся, разрешают им выходить на улицу, разрешают бегать, прыгать. Ну вот вы помните, что происходило с нами во время перемен. Дежурный старший класс или какой-нибудь дежурный учитель вот так вот хватал маленького человечка из 1-2 класса за шкирку, прям на бегу, и такой, не бегать, ставил обратно, и этот маленький человечек уже шёл так спокойненько пешком. И за углом продолжал бежать. Да, ну конечно. Ну потому что невозможно сидеть без движения. Сейчас уже даже педагоги согласны с тем, что сидячая поза плохая, что нужно сейчас даже парты сзади ставить, которыми можно стоять. Иногда очень демократичные учителя разрешают, если у тебя всё затекло, встать аккуратненько сзади, там сделать несколько каких-то подтягиваний или физкульт-минутки, потому что это становится проблемой. Поэтому, когда мы говорим о дополнительных занятиях, занятия спортом и движением – это одни из самых приоритетных становятся, потому что нашим детям не хватает движения. У нас есть ещё пара сообщений. Так, Ирина написала, что не грузится видеотрансляция. Ирина, у нас всё работает. Это уже неполадки с вашим интернетом, к сожалению. И Мария продолжает с нами общение. Она пишет ещё вопрос по поводу сына, который не любит общаться. «Сын читает только научную литературу в больших количествах и с интересом, но совсем не интересуется художественной. Педагог говорит, что это перекос развития. Так ли это? Боюсь навязывать то, что ему неинтересно, чтобы он не потерял в целом интерес к чтению». Ну, ещё один такой вроде вопрос по чтению. С одной стороны, простой. С другой стороны, многие родители сталкиваются с тем, что дети вообще не читают. Мария, у вас прекрасно, что ребёнок вообще, в принципе, читает. С другой стороны, читает специфичную литературу. Может быть, это тоже указывает область его интересов, на самом деле. Научную, научную литературу, да. Интересно, что читала Альберта Ийнштейн, например. Вот, он мог вообще ничего не читать. Он был очень самобытный. Вот. Я знаю, что у нас в классе был мальчик, который читал учебники. Не этого класса, а другие там, по математике читал. Я вообще не понимаю, как учебники читать. Я больше по художественной литературе. Я тоже, да. Но, тем не менее, он сейчас стал профессором и преподаёт, как бы, и читает учебники, и продолжает так же. То есть, может быть, это как раз должно вам подсказать, что это та область, в которой человеку интересно. Ну, и в конце концов, есть известный всем Перельман, который математик, который вообще ведёт достаточно замкнутый образ жизни, который признан одним из самых прекрасных математиков нашего времени, он решил какую-то задачу, которую не могли решить на протяжении долгого времени. Ему присвоена Нобелевская премия, он сказал, что она ему не нужна, потому что он с мамой живёт, и как бы всё. Это его весь мир. То есть, вот смотрите. Мы поражаемся, удивляемся, а у человека свой мир, в котором он счастлив. А почему, как бы, почему все должны быть общительны, и почему все должны быть развиты? Вот ребёнок, каждый ребёнок, он в чём-то уникален. И если вы обнаружили так рано эту уникальность, мне кажется, это очень большой такой подарок. Вы уже можете помочь ему эту уникальность дальше раскрывать. Мария дальше написала, да, он много читает учебников, на 2-3 года старше по истории географии. Вот так. Прекрасно. Мне кажется, прекрасно. Как раз вот в эту сторону и нужно копать, да, подогревать ему этот интерес. Что касается художественной литературы, может быть, он когда-то на неё переключится тоже, когда он увидит какую-то ценность. Смотреть ту художественную литературу, которая будет близка, допустим, к описываемым событиям. Иногда мальчики увлекаются, например, войной 14-го года. Я тоже знаю одного мальчика, который настолько погрузился, он всю литературу по этому вопросу изучал. Смотреть и предлагать ему, но если он не хочет, то значит просто пока ему это не надо. Я также помню одного мальчика, который говорил, что он не мог читать стихи, потому что все они о любви, а ему было непонятно, что это такое. И только когда он влюбился, только когда он испытал вот эти чувства, для него стало понятно вообще, о чём поэты говорили. И он стал читать поэзию. То есть понимаете, как бы вот у человека пока ещё, ну как бы он не понимает эту художественную литературу. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эту фразу Марии, которую она написала. Педагог говорит, что это перекос развития. Ну, возможно. У меня слишком мало информации. Я могу сказать, что только Мария, развитие, противоположность нашему убеждению, оно не идёт повсеместно. Мы сначала развиваемся по одному, потом по другому. Сначала у нас просыпается интерес к каким-то подвижным играм, потом мы интересуемся, там, не знаю, мальчишками, потом нам становится, если мальчики, мы хотим стать, ну, кем у нас тут хотят? Космонавтами или кем-то? Развитие — это такая вообще абстрактная идея. Есть какие-то периоды сенитивные, когда вот какие-то вещи проявляются гораздо больше. И сказать, что человек должен развиваться во всех направлениях одинаково, ну, а как тогда вы оцените профессиональное развитие? У меня сейчас дочь начала учиться в институте, она говорит, мама, совсем нет математики, так её не хватает. Но она специализируется на чём-то, и математики теперь нету. Вот в этом плане это не является абсолютной ценностью, что вот развитие идёт с одной стороны. Но как-то, может, фильмы ему включать или ещё что-то такое. Можно предлагать. Я за то, чтобы предлагать и с ребёнком вести диалог, рассказывать ему, что вы видите в этой художественной литературе интересного, да, беседовать с ним на эту тему. Чтобы он мог как-то вот вкус почувствовать. Просто заваливание книгами, ну, редко приводит к хорошим каким-то результатам. Так, прервёмся на заставочку и продолжим. Сердцу не прикажешь, так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семье». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Сегодня мы с Татьяной Горбачёвой говорим про дополнительные занятия для детей. Какие выбрать, от чего это всё зависит, на кого в этом случае ориентироваться, на родителей, на детей. Слушайте наш эфир, потом в записи, если вы пропустили первую его половину. Но сейчас мы продолжим. Итак, Татьяна сказала, что в первую очередь нужно смотреть на ребёнка, на его интересы, что он хочет. Затем Татьяна сказала, что нужно ориентироваться также на образ жизни ребёнка. На здоровье. Да, на здоровье. То есть если ваш ребёнок проводит большую часть времени, сидя за партой или в каком-то малоподвижном состоянии, то нужно его отдавать на секции, какие-то связанные со спортом, с танцами, с какими-то активными вещами. Да, причём исследования говорят о том, что на самом деле дети, которые просто бегают и играют, они лучше развиваются, чем какой-то конкретный спорт. Потому что всё равно спорт – это определённая группа мышц. Ну, за исключением плавания, лыжбега, которые более-менее гармоничны, всё остальное, оно всё равно специализируется. Но, к сожалению, те времена, когда мы бегали после школы, по два часа и лазили по кустам, и играли в разное всякое, они просто уже куда-то ушли. И мне очень хочется, чтобы те слушатели, которые живут в своих домах, у которых есть сад, вот, оцените то время, пока детишки могут вести такой спокойный образ жизни. Это снимает с вас очень большую головную боль. А нам, как жителям мегаполиса, приходится придумать какие-то искусственные пути, чтобы ребёнок двигался. Ну, вот, в частности, какие-то спортивные занятия. Плавание лидирует по пользе. Вот. Но, опять же, не у всех есть возможность ходить в бассейн по разным причинам. Гимнастика тоже очень хорошо. Ну и вообще любой вид спорта. Мальчишки традиционно играют в футбол. Хороший очень вид спорта. Тоже очень много бега, реакции, взаимодействия в команде. Командные виды спорта ещё, конечно, сильно человека развивают в своей самооценке, в взаимодействии с другими, в умении достигать каких-то определённых своих целей. В общем, это тоже очень хорошо. Ну, и так дальше что нужно смотреть? Какая есть нагрузка? Со спортом есть одно «но». Как только человек попадает в спорт, он попадает в определённую систему. Система соревнований, система перехода от разряда к разряду, систему, ну и так дальше, продвижения по этой лестнице спортивной. Для здоровья оптимальнее, конечно, чтобы он не был профессиональным спортсменом. Потому что любой профессиональный спорт – это всё-таки предельные нагрузки для здоровья. Ну, мы должны все это понимать. С другой стороны, я знаю семью, например, где и папа, и мама – спортсмены. Догадайтесь, куда они отдали своих детей. Конечно, они отдали сразу в профессиональный спорт. Это династические вещи, это вообще какая-то такая непоколебимая традиция, потому что в семье журналистов обычно вырастают журналисты, в семье врачей вырастают врачи, это самая популярная вещь. Но и в семье спортсменов тут уж никуда не деться. Да, то есть, ну, если вы спортсмен, если вы в этом понимаете и любите свой спорт, то совершенно естественно, что вы отдадите туда своего ребёнка. Но для здоровья хорошо, чтобы это была спортивная секция, но не до фанатизма, которые заставляют ребёнка на предельных нагрузках работать. Здесь очень важно, конечно, знакомство с тренером, чтобы вы понимали, кто этот человек, который будет работать с вашим ребёнком, хорошо поговорить. И, как правило, тренеры охотно контактируют с родителями и взаимодействуют не только первый раз, но и впоследствии. Вот. Но если не спорт, да, какие ещё есть варианты? Ну, это те интересы, которые есть у ребёнка. А если они меняются каждые пять минут? Сегодня она хочет танцевать, завтра она хочет рисовать, послезавтра она хочет лечить всех котят, щенков и собачек, которые нашла в округе. Вот мне кажется, что это главная цель дополнительного образования. Серьёзно? Да. Просто расширить вот так интересы? Потому что это единственная возможность в нашей жизни, когда мы можем пробовать разное, без особенного урона для нашей жизни. Ну и что, что ребёнок один год позанимался там, я не знаю, танцами, понял, что это тяжело, это не его. В другой год он попробовал музыку, да, и тоже понял, что это может быть путь, по которому он нащупывает дорогу к тому, что на самом деле его. Сейчас очень многие дети на самом деле растеряны, возможностей очень много. Они не знают, что им нравится, они не знают, куда идти, куда работать. Особенно вопрос с 9 по 11 класс, это прям кризис идентичности, все подвисают. Если он уже был в пяти секциях, у него есть определённый жизненный опыт. Он, по крайней мере, пять путей уже зачеркнёт в этом своём самоопределении. Поэтому, конечно, для родителей это обидно, потому что родители более так строят долгоиграющую цель и платят за это всё дело, да. Но если есть возможность попробовать, мне кажется, это очень дорогого стоит. Для родителей не будет так обидно, если изначально принять вот эту точку зрения, что ребёнок пробует, получится или нет, это другой разговор. Да, вы заплатили за год обучение, ребёнок на втором месяце сказал, всё, не хочу, деньги не вернёшь. Ну, за год редко кто берёт всё-таки, я должна сказать, что да. Два-три месяца, да, вот бывает такое. Нам прислали сообщение, Марина пишет, «Дочь дислексик, третий класс, чтение даётся с трудом, в школе оценка отличная. Но меня беспокоит, что из-за этого, из-за того, что ей тяжело читать, она не хочет читать сама. Нужно ли настаивать на чтении без желания?» Знаете, я, наверное, за хитрость здесь. Раньше была традиция, маленьким детям всегда читали вслух. Но в какой-то момент, вот, переходит, когда от чтения вслух интересных книг, ребёнок должен уже сам взять эти книжки и начать их читать. Как правило, это происходило где-то в начальной школе. Вот второй, третий класс, это было время, когда ребёнок, овладев полностью техникой чтения, он сам начинал переключаться, и те книжки, которые были ему интересны, он начинал читать. А теперь этот процесс растягивается на очень долго. Поэтому вот я бы чисто практически рекомендовала. Во-первых, продолжайте сами читать ей, потому что это важная часть. Во-вторых, ну, периодически, ну, там же у вас молоко иногда бежит, да, или ещё что-то, но оставляйте ей книжку на самом интересном месте. Мне кажется, здесь нужно вовлечение какое-то. Но вот эту трудность, безусловно, чтение, её приходится преодолевать, ну, вашему ребёнку, наверное, даже больше, чем... Но её все преодолевают. Но как только она будет преодолена, как только она освоит вот эту методику, вы прям почувствуете, насколько легче станет. И она начнёт сама читать многие вещи, ну, как бы даже, не знаю, на экране. Они начнут гораздо легче проходить, и она будет сама цеплять уже это своим взором. Но продолжайте дальше читать ей вслух, делайте это с увлечением. Пусть это будет то время, в котором вы так будете в близких таких отношениях. Оно будет значимым для вас. А если вдруг вы не читали, то самое время начать. Да, ну, я... Правда, я сомневаюсь, да, сходя из этого. Наверное, Марина читала. Вот. Ну, и продолжая разговор, ещё есть такая сфера творческие занятия для ребёнка. Есть несколько занятий, которые я бы отметила. Это танцы, да, которые сочетают в себя спортивные элементы, но вместе с тем здесь много творчества. Сейчас они всё больше и больше набирают популярность. Танцуют все теперь в разных возрастах, но уж о детях особенно. Много разных есть студий, и сейчас в этом плане очень широкий ассортимент для выбора. Ещё есть театральные студии. Часто хорошо туда попадать детям, у которых... Которым нужно научиться говорить, чувствовать себя свободно. Театральные студии часто в такой очень игровой форме помогают ребёнку. Ну, научиться держать себя в обществе, высказываться. К сожалению, сейчас риторики в школьной программе нет. И поэтому отчасти это может быть компенсация вот того, что раньше было в программе. Хотела сказать, а у меня она была, потом вспомнила, что я свой четвёртый класс окончила, ого-го, сколько лет назад. Так что, да, жаль, жаль, что нет этого предмета в школьной программе. Я считаю, что это было очень важно, очень. Да, ну вот, кто бы знал, может быть, сейчас, да, как я сказала. Вдруг вернут, вдруг посмотрим. А вы говорите про театральный кружок. Вот представим себе ребёнка наподобие, вот, например, как нам писала Мария, да, то есть человек увлечён наукой, историей, географией. Ну, можно такого представить себе мальчика. В принципе, это не из ряда вон что-то выходящее. Большинство мальчишек интересуются этими вещами. Вот вы представляете его в театральном кружке? Ну, очень... С трудом, да? Да, да. Но, может быть, ему и не надо, понимаете? Как у меня у одной из дочек был театральный кружок в школе. Там совершенно замечательный педагог, который ставил совершенно какие-то феноменальные постановки, с моей точки зрения. И у них это входило в программу продлёнки. Вот, все, кто оставался, они шли на этот театральный кружок, говорили скороговорки, какие-то читали стихи, декламировали, кричали в стены. Ну, и всё, что причитается. Играли какие-то роли. То есть я бы сказала, что это было даже больше временем игры, какого-то организованного взаимодействия, чем вот обучение, когда ты за партой сидишь, да, и там что-то отвечаешь. То есть это было очень хорошее время, я бы всем рекомендовала. Есть ещё у нас одно сообщение. Слушатель подписался в Бобёр Плотник. Ну да ладно. Племянник закончил первый класс, последним по чтению. При этом он отличник по математике, просто гений конструкторов. Его родители заставляют читать, но говорят, что он не хочет, крутится. Одноклассники некоторые дразнят. Как лучше помочь мальчику? Ну, я бы говорила просто с учительницей. И по письму последней. Я бы с учительницей говорила. Опять же, друзья, вот последний по письму. Ну, мы что меряем? У меня ребёнок первый очень медленно читал, вот дочка. И я когда пришла, я сразу сказала учительнице, вот от неё не ждите никаких результатов. Пожалуйста, пусть она читает так, как она читает. Меня устраивает скорость её чтения. Пусть это будет три. И никаких, пожалуйста, вот давлений на неё не надо. Потому что я знаю, что если у меня ребёнок читает какую-то сказку, после этого она мне дословно её рассказывает, что важнее, чтобы она читала в таком темпе, в котором она читает, да, и при этом потом знала полностью содержание? Или она гналась за техникой чтения беглого? Я сама читаю быстро. Когда я прочитала, у меня сразу выветрилось из головы. Да, в одну уху влетела, экзамен сдала, в другой вылетела. Все читают по-разному. Кому-то скорость чтения важна, да. А кому-то вот надо, пусть пройдёт ещё второй год, уважаемый Бобёр Плотник, вот, пройдёт второй год, он будет читать хорошо. Но здесь нужно говорить с педагогом, чтобы прежде всего педагог не каким-то образом не комментировал эти оценки. Дети развиваются по-разному. Одни очень быстро схватывают и говорят, другие чуть медленнее. Мальчики традиционно чуть медленнее. Никакой трагедии в этом абсолютно нету. И постараться снять с него давление. Больше стараться увлекать его чтением, нежели... Пусть читают книжки про математику. Нежели чем его ещё по этому поводу винить и говорить, что ты плохой, да, вот все уже прочитали, а ты ещё сидишь. Это вещь, которая, ну, все, в конце концов, научаются читать. Все. У нас сейчас нет таких людей, которые не умеют читать. Ну, может, и есть, но это... В общем, мы таких не встречаем. И происходит это раньше, на год или позже. С моей точки зрения, это не повод для какого-то серьёзного беспокойства. Ну, надеемся, что педагог у этого мальчика будет хороший и адекватно воспримет, потому что это тоже очень важно. Большинство педагогов всё-таки... Ну, я не знаю, конечно, но сколько я встречала учителей начальных классов, это всё-таки люди, к которым не безразличны дети. Поэтому если с ней серьёзно поговорить и сказать, что вы прилагаете усилия как родители, пожалуйста, помогите нам, потому что ребёнок сильно переживает. Я думаю, нормальный педагог, он отреагирует положительно. Слушатель ещё дополнил, что мальчик левша. Ну, это, мне кажется... Опять же, это ещё один повод для того, чтобы не слишком его напрягать стандартами. Потому что он немножко другой, у него немножко по-другому происходят эти процессы. Но они всё равно идут в том же направлении. И, в общем, победа будет за вами однозначно. Родители чаще переживают, что ребёнок не умеет читать. Сложно, когда ты видишь каждый день, как растёт твой ребёнок, как он достигает шаг за шагом каких-то успехов, сложно проецировать это всё на жизнь и думать, что с ним будет в 20 лет, и как он будет учиться, например, уже в университете. Конечно, можно понять родителей, которые переживают, что мальчик не догоняет почтению. Но при этом всё же будет хорошо. Да, Эйнштейн лежал, между прочим, на поле и смотрел, когда его спрашивали, что ты там видишь. Он говорил, я смотрю, как трава растёт. Замечательно, друзья. Посмотрим, как трава растёт. Иногда двух минут хватит одного взгляда, и всё перевернётся в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Сегодня речь в «Формуле семьи» о детях, о школе, о ближайшем... Бли... Бли... Ближащем... В общем, о сентябре, который будет очень скоро, да? Да, наступающем учебном годе. Да, конечно. У нас есть ещё одно сообщение от Валентины. Давно... Довольно забавное сообщение, актуальное, я думаю, для большинства семей. Валентина пишет, не могу вовремя разбудить в школу, а сама не встаёт. Пойдём в четвёртый класс. Опаздываем часто. Хочу, чтобы сама вставала, даже когда я сплю, пишет Валентина про свою дочку. Ну, да, такая проблема есть. Нереалистично в четвёртом классе заставлять ребёнка самого вставать, если мама спит, потому что ребёнок в очень многом подражает родителям. Если он подражает вам спящий, это самое лучшее, что он может делать, поэтому здесь сложно. Вот, вместе с тем проблема того, что ребёнок не ложится, не встаёт рано, это проблема в том, что он не ложится вовремя. Это, в принципе, проблема человека. Не можешь встать с утра, значит, поздно лёг. Да. Как там было? Ложиться спать нужно вечером этого дня, а не ночью того дня, в который тебе вставать. Ну, то есть до 12 нужно лечь спать, если мы говорим о взрослых людях, а о детях, так вообще. Вот во сколько вы рекомендуете ложиться спать, если встаёт ребёнок в 7 утра в школу? Ну, там считаются полуторачасовые циклы. Вот цикл сна полтора часа. И вот отсчитайте от того момента, как вам нужно вставать, ребёнку нужно вставать. Вот полтора часа у вас там, ну, 6, например, часов, да, или 7 с половиной. И это вот то время, когда ребёнку нужно ложиться спать. Ну, если ребёнок встаёт в 7 утра, то 7 с половиной часов, это, соответственно, 23 третий, да, полдвенадцатого. Ну, или даже ещё полтора часа добавить. В 10 часов, идеально. В 9 часов проспит, замечательно. В 10 отбой, Валентина, и всё. В 7 утра ваша дочка будет как штык. А ей будет просыпаться легче. Ну, и опять же, со сном, это же режим определённый, да. Организму нужно к этому привыкнуть. То есть если вы какое-то время продержитесь, здесь ложится в 7 встаёт, здесь ложится в 7 встаёт, и так будет, скажем, месяц, потом всё это будет легче и для вас, и для неё. Ну, пожалуйста, ну, потерпите своим желанием, чтобы она оставала, ну, по крайней мере, до старшей школы. Наверное, слишком сложно ей будет пока одной самоорганизоваться и ещё собраться в школу. Чуть-чуть надо потерпеть. Сложно поверить, но я вспомнила историю из своей собственной жизни. Племянница моя отдыхала у бабушки, а бабушка живёт в деревне, соответственно, встаёт она с петухами и ложится с петухами. Ну, в шутку сказано, на самом деле так. Так вот, племянница должна пойти в первый класс. То есть сколько ей? Шесть лет, получается. Шесть, семь, вот так вот. В конце своего отдыха девочка ложилась в 8 вечера спать и в 5 утра вставала. И, соответственно, родители, которые ложатся позже и встают позже, они как-то в первое время не понимали, что делать с ребёнком в 5 утра. То есть ребёнок в 5 утра бодрый встал, скачет по кровати, всё, я проснулась, и родители такие, ну здорово, а нам на работу как бы в 8 вставать или в 7 вставать. В общем, поэтому можно, можно научить ребёнка вставать рано. Да, но сложнее себя научить. Конечно. Лечь в 10 часов, да, или уложить ребёнка в 10 часов. Как родители шутят? Уложил ребёнка, жизнь только начинается. Жизнь началась, но пусть она не будет дольше половины, там, 12-го, когда у вас начинается следующий цикл сна, чтобы он всем... Конечно, нам, взрослым, меньше нужно сна, чем ребёнку, поэтому нужно давать себе в этом отчёт. Ну, вот так, в общем, преодолимая проблема. Итак, вернёмся к нашим кружкам. Резюме какой, да? Значит, первое, смотреть на то, что хочет ребёнок, по возрасту его ориентироваться, на его какие-то ценности, смотреть на его образ жизни, потом смотреть на увлечение, на его склонности. Интересы, да. То есть не нужно человека, который хочет побыть наедине с самим собой, отправлять в командный вид спорта, например. Это ему не поможет. Да, и с другой стороны, я хочу сказать, что сейчас есть возможности, я про деньги ничего не сказала, да, хочу здесь сказать, что есть и бюджетные секции, в которые можно записаться. Сейчас вот у нас в Москве всё электронно записывается, достаточно большой выбор. В каждой школе есть масса кружков, которые можно выбрать. Надо учитывать, сколько ребёнок будет добираться до того места, где занятия. И правило такое, что дорога туда, она не должна быть больше, чем занятия. Вот, потому что очень сложно становится ребёнку, дорога туда, дорога обратно. Это как бы всё включается вот в этот пакет, что ребёнок ездит на занятия. Идеально. Ну вот, например, если секция длится полтора часа, полтора-два часа, дорога, значит, ну, минут 30, да? Да. Туда и назад минут 30. Итого час, и вы как раз. Самый идеальный вариант, если это недалеко. Ну, это очень хорошо. Да, это очень хорошо, но не всегда, к сожалению, такое бывает. Можно искать бюджетные, можно искать платные варианты, то есть как кому. Но ещё я хочу сказать, что друзья, родители, посмотрите на себя. Есть очень много вещей, которым вы сами можете научить ребёнка без переплаты. Что касается движения. Ходите вечером гулять с ребёнком на час, или на лыжах зимой, или придумайте как-нибудь бадминтон, волейбол, что-то такое. Вообще не затратно. Мячик только покупаете, да? Ходите, это будет полезно и вам, и ребёнку. Ролики, коньки, всё, что можете себе представить, всё сюда подходит. Если есть у вас какие-то вещи профессиональные, которые вы можете ребёнку передать, например, папа имеет первый разряд по шахматам. Ну зачем платить кому-то в шахматной студии до какого-то определённого возраста? Вы можете его научить самостоятельно. Подумайте о себе, что у вас есть очень много того, что вы можете ребёнку передать без затрат, без лишних дорог, да? Всё дома. На самом деле очень многое вы знаете, вы умеете, и ребёнок будет чувствовать, что вы его любите, вы с ним возитесь, проводите время вместе. Друзья, наш эфир подошёл к концу. Вот такой неожиданный совет от Татьяны Горбачёвой. Хотя понятно, что как неожиданный. Вполне себе ожидаемый, потому что маму учат девочек готовить, папу учат мальчиков чинить табуретки. Но тем не менее, посмотрите на себя. Мы уверены, что у вас есть какие-то прекрасные качества, профессиональные какие-то умения, навыки, которые вы можете передать своим детям. Мы желаем, чтобы ваши детки развивались в том темпе, в котором они это хотят делать. Мы желаем, чтобы у вас было в семьях всё хорошо, и чтобы вы поменьше переживали по разным таким вещам, по поводу, например, чтения с задержкой и так далее. Всё будет замечательно. Всё, всем пока и хорошего. Августа, отдыхайте. До свидания. Хитростями домашние... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok